Самый важный витамин для мышц. Как сохранить мышцы после 35 лет? Но действительно, витамин С жизненно всем нам необходим, и его недостаток приведет не только к цинге, но и к раку. Пусть не непосредственно, но опосредованно, так как витамин С, помимо прочего, это мощный антиоксидант. Да, он необходим для сохранения набора мышечной массы. Как же это работает? И есть ли на то научные данные, подтверждающие это? Да, есть. После 35-40 лет, когда гормон роста вырабатывается уже мало, так мало, что процессы старения начинают преобладать над процессами восстановительными, развивается саркопения. Это такой процесс, который приводит к потере мышечной массы. И эта потеря идет вне зависимости от любых тренировок и физической работы, от любой изначальной в пике своего развития мышечной массы человека. То есть саркопения все равно идет у каждого человека, и это естественно. Потеря в зависимости от питания, физической работы, условий среды в среднем составляет от 0,5 до 1% от всей мышечной массы в год. То есть с 35-40 лет за 10 лет последующей жизни человек потеряет от 5 до 10% мышечной массы своего пика накопления. При данной тенденции рано или поздно последствия всегда проявляются в ослаблении физического состояния всего организма и в ухудшении качества жизни человека. И это как минимум. Но в августе 2020 года в журнале The Journal of Nutrition было опубликовано исследование, которое выявило взаимосвязь между последствием потребления витамина С и потерей мышечной массы. Ссылка на исследование будет под этим видео. Что же в этой связи? А в этой связи я вам поясню три важных функции витамина С в организме человека. Хотя их больше на самом деле. Первое. Витамин С используется для синтеза карнитина. Карнитин же переносит жиры внутрь митохондрии для их дальнейшего окисления с высвобождением энергии. Чем больше карнитина в клетках мышц, тем больше они получают энергии. А значит, большее количество витамина С провоцирует получению клетками большее количество энергии. Посмотрите непременно в этой связи три данных моих видео. Первое. Правильное кетопитание. Второе. Инсулинорезистентность. И третье. Как набрать мышечную массу. Вторая важная функция витамина С это синтез коллагена. Для создания всех соединительных тканей вообще. В том числе для синтеза каркаса мышц. Третья функция витамина С это антиоксидантная. То есть борьба со свободными радикалами. С реактивными соединениями кислорода. Что предотвращает старение. Разумеется, есть и много других антиоксидантов и иммуномодуляторов. Это и витамин Е. Особенно в гамма-евомодификации, которого много в органовом масле. Это и селен. Один из важнейших микроэлементов. И дегидрокварцетин с его различными биофлавоноидами. И полипринолы. И антиоксиданты должны быть разные. У них разные сферы влияния. Но все они важны в совокупности. И все они дополняют друг друга. И витамин С здесь в этой цепочке. Один из главных антиоксидантов. Помимо прямой защиты, витамин С помогает нашей иммунной системе производить антитела. То есть защитные клетки нашего организма. Это и лейкоциты, и нитрофилы, бета- и Т-клетки. И прочие иммунные клетки, борющиеся с инфекциями. И иными белками, антигенами. То есть чужеродными белками, попавшими к нам в организм. И вызывающими иммунный ответ. И приводящим к разным болезням, в том числе аутоиммунного характера. Витамин С также повышает уровень интерферона. А это наш важный гормон для борьбы с инфекциями. Итак, в ходе исследования, и это факт, выяснили объективную закономерность. Чем меньше человек употребляет с пищей витамина С, тем темпы сокращения мышечной массы с возрастом шли быстрее. Что же делать? Несколько моих советов. Во-первых, при высокой физической активности потреблять витамин С можно и желательно до 1 грамма в день. Минимальная доза потребления. 150-200 миллиграмм для взрослого человека в сутки. Но только, внимание, натуральный. Что стоит есть? Во-первых, лимоны, лаймы и другие цитрусовые. Но из апельсинов, мандаринов и сладких цитрусов вы почти его не получите из-за сахаров, в них находящихся. Так как формула витамина С и сахаров почти идентична, и тогда организм перерабатывает витамин С как глюкозу. И пользы от него как от антиоксиданта просто не будет. Больше всего витамина С находится в квашеной капусте. Смотрите непременно вот это мое очень важное видео про квашеную капусту. Всего в 150 граммах квашеной капусты содержится в среднем 750 миллиграмм витамина С. 200 грамм квашеной капусты, вот вам 1 грамм витамина С, натурального, органического. Также в 150 граммах квашеной капусты содержится еще дневная норма витамина К2, даже чуть больше. Много витамина С и в листовой зелени, тем более в дикоросах, особенно в кислой на вкус зелени, во многих крестоцветных, это различные виды капуст. Брокколи, кальраби и так далее. Много его в проростках, особенно в проростках брокколи. Посмотрите вот это мое видео непременно. Еще раз, синтетический витамин С никогда не принимайте. Это не одно и то же с натуральными, по свойствам. Хочу вас обрадовать. У нас есть липосомальная форма витамина С. Приобрести витамин С липосомальный вы сможете, пройдя по ссылкам прямо под этим видео. Я напомню, что такое липосомальная форма, что само по себе является научно-техническим прорывом. И, кстати, принятие липосомальной формы витамина С не приводит к газообразованию, раздражениям желудка, поскольку это все-таки кислоты, и у некоторых людей были такие реакции, или диареи, даже при очень высоких дозировках. Так вот, дорогие друзья, слушайте внимательно, что такое липосомальная форма донесения, ну, то есть транспортировка витаминов и других нутриентов до каждой клетки организма. Липосома это такая полая сферическая наночастица, внутри которой заключено активное вещество, ну, например, какой-то витамин, минерал, в данном случае витамин С. Липосомы работают как нанокапсулы, которые защищают витамины от разрушения на всех этапах пищеварения. Как вы понимаете, попадая в желудочный сок с его кислотой и ферментом пепсином, а далее попадая в 12-перстную кишку, уже с другой, по аж средой, другими ферментами, часть питательных веществ разрушается. Так вот, липосомальная оболочка защищает от разрушения любые питательные ингредиенты. Эти липосомы доставляют активное вещество прямо в клетку для моментального всасывания. А оболочка липосомы полностью идентична мембране клеток человека. Она состоит из фосфолипидов, а это 100% натуральные компоненты, благодаря чему исключается токсическая нагрузка на печень и почки. А вот механизм действия липосомального витамина. Кратко, три этапа. Первый. Активное вещество заключают в липосомальную оболочку из двойного слоя фосфолипидов. Единственное такое производство находится в России, аналогов ему в мире нет. Сырье берется самое качественное швейцарское, органическое. Второй этап. Липосома, сливаясь с клеточной мембраной, высвобождает активное вещество, в данном случае витамин С. И третий этап. Активное вещество попадает в клетку и усваивается органеллами в полной концентрации без потерь. Но более того, при этом происходит еще другой, второй положительный процесс. Фосфолипиды из липосом никуда не деваются впустую. Они встраиваются в поврежденную свободными радикалами структуру клеток, восстанавливая ее защитные функции. И безусловно, можно сказать прямо, честно, открыто, как есть, аналогов такому витамину С нету нигде в мире. Скажу сразу, что есть в липосомальной форме и другие витамины и минералы. Например, витамин D3, витамин К2. Это минерал цинк, это антиоксидант астексантин и это уникальное вещество коэнзим-Ку10. Я очень вам советую посмотреть мои видео про эти витамины и минералы, которые я вам сейчас назвал. В любом случае, ссылки под этим видео на них, как приобрести, и ссылки посмотреть видео про них я вам оставил. Приобрести витамин С липосомальный, а также другие липосомальные нутриенты вы сможете, пройдя по ссылкам прямо под этим видео. Отправляем мы их в любые города России и страны мира. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня кратко, но при этом, как всегда, четко. Я пояснил главные закономерности, объяснил, почему же действительно витамин С замедляет разрушение, уменьшение мышечной массы. А информация эта предельно важная. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира. От Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok